О достачудней Петре, священномучениче славный, Един от сон мановомучеников Соловецких и всея земли российские, Граду Воронежу похвало, пастырю дивный стада Христова, Верный служителю Божий, защитителю ревностной церкви православной, Все житие Твоей любви ко Господу и страдания о Христе исполнено, Многие мучения, болезни и скорби, изгнания и заточения Его ради претерпев, Исповедник бесстрашен, явися, венцем нетленные Твоей славы увенчал Иси церковь русскую, Вся, предав в руце Божией, доблест и неслужбу Твою на земли совершил Иси, В Голгофе, Анзерте и кончину мученическую приять исподобился Иси, Богоблажение, Ныне к небесному лику причтенный, в царстве и божественной любве пребываешьи, Со многими жителей горника Иерусалима исполнение жертвы мученческие за Христа ожидая, Егда вся им же належит быть и совершаться в пределях земных. О, Пресвятый Отче наш Петре, помози нам храмену сердце своего не запустившую храните, Научи нас радость во страданиях о Христе обретати, Озари путь наш крестный сиянием Твоей о святыне, Буди и ныне нам утверждение вере, да приши этабритетью Господь неугаснувшу, Умоли Творца всяческих даровати нам силу и крепость, Не устрашившийся страха лукавого, исповедать и твердо Христа, Да его милосердием части злых избавимся в день страшной воздаяния, И в радость вечную вселимся. Славя всем Вседержителя Бога и Твое благодатное предстательство во веки веков. Аминь. Славя всем Вседержителя Бога и Твое благодатное предстательство во веки веков. Скоро Рождество. Нынешний раз как-то особенно грустно, Ведь пятые праздники провожу вне дома, не с теми, с кем бы желалось. Ну что делать? Не так живи, как хочется, а как Бог велит. Вот и настала настоящая зима. Что ж, зато могу воображать себя пустынно-жителем. Слава Богу за все, что пришлось мне за это время пережить и переживать. Отец Иннокентий умирает. Исхудал до неузнаваемости, да укрепит его Господь. Положение безнадежное, и писем никаких нет уже больше месяца. Священномученик Петр в миру у Василий Константинович Зверев родился 18 февраля 1878 года в семье священника, который служил сначала в храме села Вишники под Москвой, а затем был настоятелем храма Александра Невского при доме московского губернатора. Василий с раннего детства любил играть в церковную службу. На службу он всегда ходил вместе с отцом, торопился попасть к началу богослужения. И, видя идущего священника, звонарь трижды звонил в колокол. А мальчик думал, что два раза звонят отцу, а третий раз ему. В детстве я был очень толстый и пухлый, и взрослые любили меня тискать, а я этого очень не любил. И вот вижу сон. Сидит за столом спаситель в синей и красной одежде и держит меня на руках, а под столом страшная собака. Спаситель берет мою руку и протягивает под стол собаке со словами «Ешь ее! Она дерется!» Я проснулся и с тех пор уже никогда не дрался. И во всем старался себя сдерживать, не сердиться и не делать ничего дурного. Вам, мальчишкам, всегда хочется попробовать курить, а у нас отец строгий был. Он нам однажды сказал, если кто будет курить, губы оторву. Но попробовать все-таки хотелось. Выкурил я папиросу и пошел в церковь. Было прощенное воскресенье. Запели. «Не отврати лица твоего от отрока твоего. Яко скорблю, скоро услышав мя». Это было самое мое любимое песнопение. Но тут у меня нестерпимо закружилась голова, и пришлось мне выйти из храма. «С тех пор я уже не пробовал курить». После окончания гимназии Василий поступил на историко-филологический факультет Московского университета. Через четыре года подал прошение с просьбой зачислить его на первый курс Казанской духовной академии. И уже через год он был пострижен в монашество с именем Петр и очень быстро стал иеромонахом. После окончания академии иеромонах Петр немало потрудился. И разнообразие мест его служения может сравниться только с разнообразием мест заключения, где ему предстоит побывать. А пока его труды только начинались. После академии он был назначен преподавателем в Орловскую духовную семинарию, а в 1903 году стал епархиальным миссионером и был переведен в князь Владимирскую церковь при Московском епархиальном доме. В 1907 году иеромонах Петр уже инспектор Новгородской духовной семинарии. В июне 1909 года Святейший Синод постановил назначить иеромонаха Петра на должность настоятеля Белевского спасо-преображенского монастыря Тульской епархии. Этот монастырь находился недалеко от Оптиной пустыни, и отец Петр имел возможность часто общаться со святыми оптинскими старцами. Старцы высоко ценили его духовную настроенность и часто направляли к нему людей для духовного руководства. Отец Петр бывал и в Саровском, и в Дивеевском монастырях. Он имел особенное доверие к блаженной Прасковье Ивановне Дивеевской, и та платила ему ответным расположением. Блаженная подарила ему своей работы холст, из которого ему впоследствии сшили архиерейское облачение, которое он бережно хранил, предполагая быть в нем погребенным. В августе 1910 года епископ Парфений Левицкий в Крестовой церкви возвел Игумена Петра в Сан-Архимандрита. Из воспоминаний очевидца. Не сердиться и не делать ничего дурного. Вам, мальчишкам, всегда хочется попробовать курить, а у нас отец строгий был. Он нам однажды сказал, если кто будет курить, губы оторву. Но попробовать все-таки хотелось. Выкурил я папиросу и пошел в церковь. Было прощенное воскресенье. Запели. Не отврати лица твоего от отрока твоего. Яко скорблю, скоро услышав мя. Это было самое мое любимое песнопение. Но тут у меня нестерпимо закружилась голова, и пришлось мне выйти из храма. С тех пор я уже не пробовал курить. Слава о служении Архимандрита Петра, ласковом, внимательном обращении, создали ему громадную популярность не только в Белевском уезде. Крестьяне, как последнее сословие, более всех нуждалось в помощи, и особенно в духовной. Они приходили к отцу Петру с просьбами помолиться о них, иногда поговорить и рассказать о своем воистину горьком житии. И никто не уходил от отца Петра неутешно. Во время службы отца Петра не было привычного перешептывания и безучастности к службе. Великие слова, масса коленопреклоненных людей, молящихся всем сердцем, всем помышлением, до того умиляли и умиротворяли, что молились даже как бы невольно. Наконец на паперть выходил Архимандрит Петр и направлялся к дому священника. А за ним шел и весь народ, певший «Христос воскресе», и далеко по округе разносилась эта радостная пение. В те годы еще случались эпидемии повальных болезней, которые уносили в могилу целые тысячи людей. И во время одной из них Архимандрит Петр обратился к пастве с такими словами. Неудивительно, что при столь страшном явлении люди приходят в беспокойство и стараются придумать всевозможные средства, чтобы отклонить от себя надвигающуюся грозу. Но вот горе наше, что мы изобретаем все не то средство, которое бы действительно нас избавило от ужасной, никого не милующей болезни. Мы стараемся пользоваться разными сыворотками и прививками, но подавляющее большинство людей совершенно не думают о душе. Даже, кажется, не подозревают, что она у них есть и что она нуждается в попечении больше, чем тело. Они так далеки стали от всего духовного, что не могут поверить, что главное и единственное зло всех болезней, несчастья и страданий на земле есть грех, который надо уничтожить, с которыми нужно бороться во что бы то ни стало, всеми силами, как бы трудно это ни было. А все эти вибрионы, микробы и бациллы – только орудия и средства в руках промысла Божия, ищущего спасения души человеческой. Знает Бог, что дорога нам земная жизнь, что дорого нам тело. И вот на это-то и направляет свои удары, чтобы мы опомнились и раскаялись. Покаемся же все и исправимся, и обратимся к Богу, от Которого отступили. Тем временем тучи над Россией сгущались все сильнее. В 1914 году она вступает в Первую мировую войну. В 1916 году отец Петр едет проповедником на фронт. Там он пробыл до самой февральской революции 1917 года. А 14 февраля 1919 года в Москве, в патриарших покоях на Троицком подворье, состоялось наречение архимандрита Петра воепископа. На следующий день, в праздник Сретения Господня, он был посвящен святым патриархом Тихоном воепископа Балахнинского, векаре Нижегородской епархии. В Нижнем Новгороде епископ поселился в Печерском монастыре на берегу Волги. В начале XX века монастырь находился в упадке, и братья была малочисленна. Епископ же привез с собой нескольких монахов. Сразу по приезде владыки обнаружилось его исключительно ревностное отношение к богослужению. Он завел в монастыре уставную службу, служил во все большие и малые праздники, а во время всенощной всегда стоял во храме на настоятельском месте, против чтимой иконы Печерской Божьей Матери. Зачастую сам читал Шестопсалмии. Епископ придавал огромное значение участию в богослужении простого народа и всячески пытался привлечь прихожан к церковному пению. Каждый праздник после богослужения епископ говорил проповедь. Из воспоминаний Келейника отца Иннокентия. Епископ Петр был высокого роста, худощавый, с длинными волосами, которые он никогда не подстригал, с рыжеватой бородой, ясными голубыми глазами. У него был очень сильный голос и хорошая дикция. Когда ему приходилось служить в храме, и он говорил проповедь, то по всему храму было слышно каждое слово. В монастыре он завел преподавание детям закона Божия, причем преподавал сам. Дети так привязались к нему. Собирались толпой у его крыльца, в ожидании, не пойдет ли владыка куда-нибудь, чтобы его проводить. По дороге он что-нибудь им рассказывал, часто из своей жизни. Иногда епископ Петр служил всеночной всю ночь. Несмотря на столь продолжительные службы и самое простое пение, храм всегда был полон народа. Особенно владыка любил псалтырь и часто говорил мне, во всем твой Петр грешен, только устава никогда не нарушал. Любовь к своему служению, искренняя вера, смирение, душевная открытость для всех – все эти качества привлекали к нему людей. Владыка Петр часто служил в Сормове, и многие рабочие, узнав его поближе, полюбили его. В мае 1921 года власти арестовали владыку. Арест немедленно вызвал трехдневную забастовку рабочих сормовских заводов. Власти испугались забастовки и пообещали рабочим отпустить епископа, но обманули. Они отправили его в Москву, на Лубянку. Здесь его сначала перевели в Бутырскую тюрьму, а затем в Таганскую. Когда его уводили из Бутырской тюрьмы, то с ним прощались все заключенные в камере. Многие плакали, пришли проститься даже надзиратели. В Таганской тюрьме владыка тяжело заболел. Сказалось длительное истощение. На голове у него образовались фурункулы так, что его даже положили в лазарет. В тюрьме епископ пробыл до 4 января 1922 года. Его освободили в день памяти святой Анастасии Узрешительницы. Вскоре после освобождения он получил от патриарха назначение быть епископом Старицким, викарием Тверской епархии. Владыка уехал в Тверь и поселился в Успенском Желтиковом монастыре. Здесь он сразу же завел порядки, что были у него и в Нижнем Новгороде. Ввел благочестивый обычай паломничества к местным святыням, ходили пешком. Дорогой владыка читал Акафист преподобному Ефимию, а сопровождавшие его православные пели припев. Весна 1922 года принесла новое бедствие. В Нижнем Поволжье начался голод. Епископ Петр, не ожидая ничего разрешения, сразу же решил оказать посильную помощь голодающему населению. В то время он уже фактически управлял епархией. В марте было решено немедленно приступить к сбору пожертвований. Для прихожан был устроен цикл лекций с тем, чтобы все сборы шли на помощь голодающим. Было разослано обращение архиепископа к настоятельницам женских монастырей с призывом принять в обитель детей голодающего Поволжья. Владыка отдал в пользу голодающих все ценные вещи храма. Некоторые его упрекали за это, но он говорил, у нас они стоят так, они лишние, они не нужны. У нас, значит, они будут стоять, а там люди будут умирать с голоду. Из воспоминаний прихожанина. В то время на человека ежедневно выдавался паек в 100 грамм хлеба. Бывало, что кто-нибудь из прихожан видел, что архиерея нуждается, отрезал половину от своего пайка, заворачивал в чистую бумагу и подавал владыке Петру. Епископ не отказывался, поблагодарит, улыбнется и возьмет кусочек в 50 граммов хлеба. Иногда это и была вся его еда за день. Каждый день он обращался к людям с проповедью о том, чтобы они помогали голодающим. Бывало, прихожане, слушая епископа, плакали и отдавали последнее. Из проповеди епископа Петра. У одного мальчика умер папа, затем умерла мама. Соседи снесли маму на кладбище, а мальчик шел за гробом. А когда все ушли, он остался. Сидел на могилке и плакал, и послал письмо Господу, где написал «Господи, Господи, что же ты не приходишь? Ведь мама сказала, что ты придешь, а ты не приходишь. Я жду тебя, а ты не приходишь». И вот сидел он на могилке у мамы, плакал и говорил «Мама, ты слышишь, я послал Господу письмо, а он не приходит». Так он сидел и плакал, и наконец уснул. Вскоре пришел один человек, разбудил мальчика и спросил его, почему он здесь спит. И мальчик ему все рассказал. Так вот, сказал человек, Господь послал меня к тебе. И он взял мальчика к себе и воспитал его. Вот видите, как надо просить Господа, и как детская молитва доходит до Господа. Летом 1922 года начался обновленческий раскол. Живая церковь, как называлась обновленческая организация, была изначально задумана как орудие для борьбы с православной церковью. Большевики всячески поддерживали ее, санкционировали передачу православных храмов обновленцам. Некоторые священники, кто под воздействием соблазнительных аргументов, а кто под угрозой физической расправы, присоединялись к обновленчеству. 19 сентября 1922 года епископ Петр обратился к Тверской пастве с воззванием, в котором объяснял сущность обновленческого движения и отношение к нему православной церкви. У этих живоцерковников-обновленцев ничего нет религиозного. Они религии лишь прикрываются. Они деятели политически, хотя многие не понимают всего. Мы политикой не должны заниматься, не наше это дело. Мы должны признавать советскую власть, подчиняться ей по христианской совести и держаться строго декрета об отделении церкви от государства. Нужно обновление не церкви, а нас самих. Власти не могли такого стерпеть. Их замысел по расколу церкви терпел крах, и виной тому был епископ Петр. Надо было его срочно изолировать, то есть арестовать. Из документов ГПУ. Ввиду того, что обращение натравливает одну часть духовенства и верующих на другую, что возбраняется декретом об отделении церкви от государства, который предоставляет право каждому гражданину и обществу верить во что он хочет и молиться кому и как хочет, в печатании данного обращения отказать, а епископа Петра привлечь к ответственности за неподчинение совласти, за применение во время письма дореволюционной орфографии. Обвинение в написании письма по дореволюционной орфографии было явно недостаточно. Заместитель начальника 6-го отделения секретного отдела ГПУ Тучков, ведавший надзором за церковью, потребовал от Тверского ГПУ доказать, что епископ Петр распространял этого звания. ГПУ стало добрашивать близких к архиерею священников, но ничего не добился. Из-за огромной популярности владыки Петра в народе, причем среди самого что ни на есть пролетариата, арестовать епископа и вести дело в Твери, местная ГПУ побоялась. 15 ноября секретный отдел ГПУ в Москве предложил выслать епископа Петра и других проходящих по этому делу лиц в Москву. 24 ноября 1922 года в Москве епископ был арестован. В Москве он был снова заключен в Бутырскую тюрьму. В декабре ему и другим проходящим по этому делу было предъявлено обвинение в распространении воззвания епископа Тверского Петра под заглавием «Возлюбленным о Господе верным чадом Церкви Тверской, направленного явно против всякого обновленческого движения в Церкви и в поддержку контрреволюционной политики Тихона». 26 февраля 1923 года комиссия НКВД по административным высылкам приговорила епископа Петра, священников Василия Куприянова и Алексея Бенеманского, мирянина Александра Преображенского к ссылке в Туркестан на два года, мирянина Алексея Соколова к ссылке в Нарымский край на тот же срок. Епископ Петр в составе был отправлен в Ташкент. Перед отправкой ему разрешили личное свидание с духовными детьми. Пробравшись на платформу, одна духовная дочь епископа первая увидела за двумя решетками Владыку и глазами нам показала. Когда она увидела худое, покрытое особой тюремной бледностью лицо Владыки, то громко зарыдала. Тут я увидел, что Владыка улыбнулся, и ко мне донеслись его слова, хотя говорил он почти шепотами из-за конвоя. «Как я рад вас видеть! Но почему вы плачете? Меня не надо жалеть! Надо за меня радоваться!» В это время у него от недоедания был авитаминоз, и вся голова была запинтована. В апреле этап прибыл в Ташкентскую тюрьму. В пасхальный четверг все были вызваны из тюрьмы в комендатуру ГПУ. Здесь осужденным было объявлено, кому куда следовать дальше. И как бы то ни было, после пятимесячного заключения они впервые вышли за стены тюрьмы. Выйдя из комендатуры ГПУ, перекрестились, за все слава Богу, и отправились разыскивать друзей. Долго бы они, вероятно, искали, если бы Господь в самом начале их поисков не послал им навстречу знакомую женщину. Она довела их до дома при соборе, где была приготовлена для них комната. В доме их уже ожидали члены соборного причта и прихожане. При ходу ссыльных был приготовлен обед, нанесли множество куличей, чаю, сахара. Всем ссыльным подарили по рубашке из местной ткани. Из воспоминаний очевидца. Когда стали прощаться, епископ заплакал. Заплакали и все присутствовавшие. Расставались на два года, причем при таких обстоятельствах, когда никто не мог с точностью предположить будущего. Волнение владыки было столь велико, что он поспешил уйти в приготовленную для него комнату. Переписку ссыльное духовенство Твери наладило между собой не сразу. Письма, посланные по почте, пропадали, а верная оказия отыскывалась не всегда. Иногда удавалось договариваться с машинистом паровоза, который и привозил письма. Келейник епископа подходил тогда к поезду, машинист открывал дверцу и бросал пачку писем на снег. Келейник приносил их епископу, тот сразу же садился за маленький столик и принимался за чтение, а Келейник сидел у печки. Епископ читал, отдавал ему письма, и тот бросал их в печь. Из письма епископа Петра. Спешу возвестить вам большую радость для вас, а также поделиться и своей радостью. По случаю смерти Ленина объявлено многим политическим амнистией, в том числе нам. Амнистия сокращает срок наполовину, а так как мы уже отбыли половину своего срока, то и можем теперь ожидать скорой отправки в Освояси. В 1923 году был освобожден из заключения патриарх Тихон. Он подал властям список архиереев, без которых он не мог управлять церковью. Среди них был и епископ Петр. В конце 1924 года владыка прибыл в Москву, а в июле 1925 года, уже после смерти патриарха Тихона, он был послан в Воронеж в помощь митрополиту Владимиру Шимковичу, которому было тогда 84 года. Митрополит Воронежский Владимир вскоре скончался. Церковное положение в Воронеже было таково, что многие храмы к этому времени были захвачены обновленцами. Руководил ими тогда обновленческий лжемитрополит Тихон Попов. Пребывание архиепископа Петра на Воронежской кафедре, его отношение к богослужению, любовь к верующим, все это подействовало на обновленцев уничтожающих. Через светские власти они предпринимали немало усилий, чтобы удалить архиепископа из Воронежа. Чтобы оградить епископа Петра от возможных притеснений со стороны советской власти, православные прихожане сами поставили ему условия. Не участие в политических группировках, выступающих против советской власти, и лояльность. Кроме того, православные дали перед властями поручительство в политической благонадежности епископа. К счастью воронежского духовенства у архиепископа Петра близких отношений не получилось. Прежде всего, это случилось потому, что многие из них были противниками продолжительных богослужений. Некоторые даже уходили из церкви, не дожидаясь конца служеб, когда служили с архиепископом. Но простой народ не уходил из храма до окончания богослужения. В Воронеже архиерей был особенно дружен с народом. К нему беспрерывно шли люди с своими нуждами. И часто можно было видеть, с какими понурыми лицами входили к нему посетители, с какой-нибудь скорби, а выходили утешенными, сияющими. Благодаря авторитету епископа Петра в Воронеже началось возвращение храмов из обновленчества в православие. Чин принятия духовенства из обновленцев в православие архиепископ совершал с большой торжественностью. Владыка стоял на кафедре, а кающиеся священники Самвона приносили архиерею и всему народу свое покаяние. Затем кающиеся земно кланились, и пелась хвалебная песнь святого Амвросия Медиаланского «Тебе Бога хвалим». Священники, принесшие покаяние, не сразу допускались к служению. Им архиепископ благословлял первое время оставаться на клиросе. Перед началом богослужения обновленческие храмы заново освящались. Во всех возвращающихся в православие церквях архиепископа Петра встречали с крестным ходом, с хоругвями при огромном стечении народа. Все это вызывало гнев советской власти и обновленцев, у которых оставалось все меньше и меньше церквей. Из воспоминаний прихожанина. Сразу же по приезде в Воронеж владыка пришел в административный отдел и попросил, чтобы его зарегистрировали как официального главу Воронежской епархии. В ответ ему было сказано, что власти его не знают, не признают, дело с ним не имели и не желают иметь. Они, как представители рабочей крестьянской власти, считаются только с волей рабочих и представителей верующих. Сами рабочие несколько раз ходили к председателю исполкома Шарову и требовали зарегистрировать епархиальное управление. В конце концов, административный отдел разрешил общегородское собрание верующих. Оно должно было заслушать декларацию архиепископа и избрать членов епархиального управления. Ситуация стала выходить из-под контроля властей. ОГПУ потребовало от владыки Петра повлиять на рабочих, чтобы они не собирали делегации и не ходили к председателю исполкома. Тем временем сельские приходы составили свое поручительство о политической благонадежности архиереи. Но чем больше людей хлопотало за архиепископа Петра, тем большую ненависть он вызывал у властей. Все эти хлопоты не только ни к чему бы не привели, но, напротив, привлекли к владыке Петру повышенное внимание ОГПУ. Обстановка в городе становилась все более накаленной. Его начали вызывать на допросы. Держался он спокойно. Уходя в кабинет следователя, он оглядывался, как бы ища икону, но ее, естественно, не было, и он крестился на правый угол, в пояс кланялся и только тогда начинал разговор со следователем. Рассказывали, что служащие ОГПУ невольно при его появлении обнажали головы. Осенью 1926 года должен был состояться съезд обновленцев. В связи с этим ОГПУ проводило обыски у православных архиереев. Пришли и к архиепископу Петру. В это время у его дверей стала собираться огромная толпа. Завершив обыск, заместитель начальника отделения милиции предложил архиерею проследовать с ним для допроса. Владыка последовал за ним через черный ход. Владыка Петр. Когда я вышел из дома, то увидел толпу числом около 300 человек, которая пошла вслед за мною и остановилась у входа в милицию. В само здание вошли только несколько человек. Они решительно прошли в кабинет начальника отделения милиции, где и производился допрос, и потребовали ответа, на каком основании я задержан. Они потребовали также, чтобы допрос проходил в их присутствии. Начальник отделения, разумеется, ответил категорическим отказом и приказал им немедленно покинуть помещение. После этого рабочие вышли на улицу и сказали, что меня хотят арестовать. Люди на улице заволновались. Милиционеры попытались разогнать толпу, но безуспешно. Слышались крики, стоны, плачь, но люди не расходились. Начальник отделения, видя, что ничего не помогает, пригрозил мне, что если беспорядок не прекратится, он вызовет конную милицию и разгонит верующих. На этот раз все обошлось. Но власти никак не могли оставить в покое человека, оказывавшего такое огромное влияние на народ. 29 октября 1926 года архиепископ был вызван в Воронежское ОГПУ. Там архиерею показали телеграмму, в которой говорилось, что он вызывается в Москву для совещания по церковным вопросам с митрополитами Сергием Старогородским и Агафангелом Преображенским. Когда архиепископ вернулся оттуда, перед домом и в самой квартире его ожидало уже множество людей. Архиепископ сообщил, что власти предложили ему выехать в Москву. В ответ на это рабочие направили делегацию на беспартийную рабочую конференцию, проходившую в это время в Москве. Представители рабочих города Воронежа выехали в Москву для личных переговоров с Евгением Тучковым, руководителем секретного шестого отделения ОГПУ. Это отделение занималось борьбой с православной церковью. Рабочие полагали, что советская власть в лице ОГПУ прислушается к мнению рабочего класса, но это была ошибка. Чекист Тучков вряд ли смог бы их понять. Вот что сообщается о нем в документе на получение очередного звания. Из характеристики. Под руководством товарища Тучкова была проведена огромная работа по расколу православной церкви на обновленцев, тихоновцев и целый ряд других течений. В этой работе он добился блестящих успехов. При его непосредственном участии проводилась работа по изъятию церковных ценностей. Им были проведены два церковных собора, всесоюзные съезды церковников, на которых был низложен патриарх Тихон и вынесено постановление об упразднении монастырей, мощей, а также о лояльном отношении церкви к совласти. В деле борьбы с контрреволюционным движением среди церковников и клирикально-монархических кругов, группирующейся вокруг церкви, Тучков проявил огромную энергию, инициативу, решительность и находчивость. Начальник секретно-политического отдела ОГПУ Агранов. Приехав в Москву, рабочие пришли к Тучкову прямо домой, чтобы объясниться по поводу вызова Воронежского архиерея в Москву. Когда Тучков понял, что рабочие, которых он видит на пороге своей квартиры, пришли хлопотать за архиерея, он пришел в бешенство. Ходокам был дан совет посетить его в ОГПУ на Лубянке. Рабочие прекрасно понимали, что с такого визита можно и не вернуться. Поэтому, вместо того, чтобы идти на Лубянку, они отправились в дом советов, где проходила конференция беспартийных рабочих. Там они разыскали председателя Воронежского исполкома Шарова, которого они попросили заступиться за архиепископа Петра. Тот выслушал их молча, и на заседании городской конференции рабочих была зачитана телеграмма верующих Воронежской губернии. Телеграмма. Москва. Президиум 15-й всесоюзной конференции. Через местное Воронежское ОГПУ Тучков требует выезда в Москву единственного избранного народом православного архиепископа Петра Зверева. Православных в Воронежской губернии 99% исключительно рабочих и крестьян. Вызов архиепископа волнует верующих рабочих, особенно вследствие распространяемых обновленцами слухов о высылке нашего архиепископа. Для прекращения волнения верующих рабочих и народа запросите Тучкова о причинах вызова архиепископа. Заключив договор с архиепископом, при его избрании и поручившись зорко следить за его работой, считаем своим долгом знать причины и цель его вызова. Для выяснения вопроса о прекращении волнений затребуйте выезда в Москву делегацией верующих рабочих железной дороги. Отвечайте, Воронеж, Терновая церковь, рабочим. И далее подписи. Телеграмма вызвала взрыв возмущения делегатов. Некоторые из них вскочили с места и стали кричать, таких людей клеймить. Шаров встал и сказал, Петр Зверев – это духовное лицо, которое под флагом религии может вести и ведет рабочих не туда, куда надо. В конце концов, была принята такая резолюция. Конференция требует тщательного расследования, разлагающего единство рабочего класса и враждебное рабочему делу деятельности Петра Зверева. Требует немедленного изолирования и удаления из Воронежской губернии, а также исключить 9 человек, подписавших телеграмму из профсоюзов, и удалить их с производства. Обсудить вопрос об их деятельности и предать суду. Провести показательный процесс, предать суду Петра Зверева. И, наконец, немедленно арестовать архиепископа Петра Зверева. Вместе с архиепископом был арестован архимандрит Иннокентий и другие близкие ему люди, большей частью рабочие. Василий Сероштан, Иван Немахов, Семен Цыков, Петр Тимофеев, Дмитрий Москалев, Георгий Пушкин, Мария Марченко, Агриппина Буданова. Все они были заключены в Бутырскую тюрьму. 26 марта 1927 года особое совещание при коллегии ОГПУ приговорила архимандрита Иннокентия, Ивана Немахова, Семена Цыкова к трем годам заключения в концлагерь. Марию Марченко, Агриппину Буданову к трем годам ссылки в Среднюю Азию. Георгия Пушкина к трем годам ссылки в Казахстан. В свое время блаженная Паша Саровская говорила владыке, что он будет заключен в тюрьму трижды. Три тюрьмы уже были позади, и он стал думать, что четвертой не будет. 4 апреля 1927 года коллегия ОГПУ приговорила архиепископа Петра к десяти годам заключения в Соловецком концлагере. После ограбления Соловецкого монастыря в 1917 году большевики увезли на материк и расстреляли настоятеля архимандрита и нескольких иеромонахов. Остальным приказали покинуть острова. Многие подчинились, но группа престарелых монахов заявила чекистам, что они прожили всю жизнь в этой обители, никуда отсюда не тронуться и сложат здесь свои кости. Они на коленях просили их всех расстрелять на монастырском кладбище. Поведение этих монахов произвело впечатление даже на чекистов, и они разрешили старикам доживать свой век на Соловецких островах в качестве вольных монахов. В их пользовании осталась кладбищенская церковь во имя преподобного Ануфрия. Весной 1927 года архиепископ Петр прибыл в Соловецкий концлагерь. Он был определен в четвертую рабочую роту первого отделения, располагавшуюся в стенах Соловецкого кремля. Жил он тут же в помещении рядом со складом в маленькой комнате вместе с епископом Печерским Григорием Козловым. Владыка Петр соблюдал молитвенное правило и жил по церковному уставу. Он принимал всех, кто желал его видеть и с ним беседовать. Из письма Архимандрита Иннокентия. Мы, по милости Божией, пока живы. Одна у нас радость и утешение – это церковь, где находим абсолютный душевный покой. Забываются все жизненные невзгоды далекого севера. В церковь имеем возможность ходить почти ежедневно. Вот тут, в уголке, в тиши, молитвенно и вспоминаются лица, с которыми так или иначе приходилось в жизни встречаться. И когда всех вспомнишь, легко-легко душа станет. Уходишь из храма обновленным и ободренным. Соловков Владыка Петр старался писать как можно чаще, насколько позволяли условия заключения. Из письма от 7 августа 1927 года. Да хранит Господь всех вас в мире здравия и благополучия. Всех с любовью помню, за всех молюсь, всем кланяюсь и всех благословляю. Мы пока, по милости Божией, живы, здоровы и благополучны. Я состою в должности сторожа вместе с курским архиепископом. Слава, слава Богу! За все благодарю Господа. Мне можно писать кому и сколько угодно на город Соловки. Не забывай молиться о грешном архиепископе Петре. Когда в 1923 году Архангельский концентрационный лагерь переместили на Соловецкие острова, ГПУ устроило в монастыре центральное управление всеми северными лагерями, своего рода лабораторию для производства карательных опытов. Географическое положение Соловецких островов, их удаленность соответствовала этим целям. Сразу по прибытии на Соловки администрация лагеря предупреждала всех заключенных, что им не советуется сообщать в своих письмах что-либо о жизни в ссылке. Этот совет не нарушался, потому что виновные наказывались продлением срока заключения на один, два, а то и три года. Если те, кто отбыл срок наказания, вернувшись на свободу, рассказывали родным и знакомым правду о жизни на Соловках, их без всякого суда возвращали обратно в лагерь. По словам святого священномученика Илариона Троицкого, который тоже побывал на Соловках, атмосферу Соловецкого лагеря описать невозможно. Там работает сам Сатана. Из письма от 19 сентября 1927 года. Живу воспоминаниями и храню в своем сердце Богом данную мне паству, за которую молюсь и которую благословляю. Слава Богу за все неспосланное. Молитвенно желаю вам от Господа всякой милости и спасения душевного. Последнее самое главное. Будет оно, будет и все остальное. Только сумейте полюбить Христа, сумейте им единым дышать, жить, о Нем лишь думать, к Нему стремиться, о Нем беседовать, Его слова в Евангелии читать, заучивать и воплощать в жизни. Сумейте полюбить Христа, и всем около вас будет тепло, покойно и не тесно. Помолитесь, чтобы и меня Господь научил этой единственно нужной науке. Мы за ваши молитвы здоровы и бодры духом. Мир всем и Божие благословения. Ваш Богомолец и Благожелатель, грешный архиепископ Петр. Вскоре тяжело заболел отец Иннокентий, который был другом владыки долгие годы. Архиепископ пишет письмо по просьбе Архимандрита. Из письма 27 декабря 1927 года. Пишу вам по просьбе умирающего отца Иннокентия, которого только что навещал. Исхудал он до неузнаваемости, и говорит еле слышно, положение его безнадежное. Духом он бодр, со всеми примирен, предался воле Божией, по-христиански ожидает смерть. А когда я уходил, то он, не будучи в состоянии поклониться, сделал руками жест, говоря, «Прошу вас от меня передать поклон всем». Что я и спешу исполнить. Да укрепит его Господь. Прихворнула и я немного от простуды. Поболело горло, теперь лучше. Пусть никто не гневается за редкое получение от нас писем. Теперь почта будет ходить реже, и к нам, и к вам. Больше месяца нет у нас писем. Болит сердце за всех вас. 6 января 1928 года архимандрит Иннокентий скончался. Архиепископ торжественно отпел своего келейника в Ануфриевской церкви при участии 30 священнослужителей и толпы сочувствующих из заключенных. Из письма от 13 января 1928 года. Вступая в новолетие, приветствую вас всех, посылаю вам благословения и искреннее пожелание всего лучшего в этой многоскорбной земной жизни. Благодарю вас за заботы и в уверенности, что Господь сам воздаст вам своими богатыми милостями. Отца Иннокентий похоронили, горько оплакав потерю его. Но на все воле Божией. Он умер примиренный со всеми и со всеми, не произнося ни одного слова ропота или злобы. Мир и благословение вам. На Соловках владыка особенно подружился с архиепископом Иларионом Троицким. Он даже завещал ему свою перламутровую панагию с Тайной Вечерей. После отъезда владыки Илариона Соловков, ссыльный епископат в знак особого уважения избрал архиепископа Петра главой Соловецкого православного духовенства. В то время как массовые расстрелы стали на Соловках повседневной реальностью, а умирающие от голода вымаливали у врачей из медчасти стряхнин, руководство лагеря разрешило заключенным посылать на волю открытки с видами Соловецких островов. Из письма от 20 января 1928 года. Только теперь имею возможность отправить вам желаемую вами открытку с видом Варваринской часовни. Не могу словами выразить мои глубочайшие благодарности за все решительно и могу лишь молиться за вас, пока Господь даст жизни. За молитву многих я пока жив и здоров. Особенно по сердцу пришлось мне ваше пожелание к празднику не чувствовать острой боли и тоски. Спаси Господь! Я же кровно соединен со своей паствой и не могу не молиться за нее и не беспокоиться о ее благополучии, мире, здравии, спасении. Нравственная высота архиепископа была такова, что и в роли дворника с метлой он внушал благоговейное уважение. В атмосфере Соловецкого лагеря подобное было почти немыслимо, но очевидцы свидетельствуют, чекисты при встрече не только уступали ему дорогу, но и приветствовали его, на что он отвечал, поднимая руку и осеняя их крестным знамением. Начальники, завидев его, отворачивались. Спокойствие архипасторе вызывало раздражение и досаду. Архиепископ брел мимо них, опираясь на посох и не склоняя головы. В это же время он пишет из письма от 2 марта 1928 года. Вот и первая неделя Великого Поста приходит к Отцу. И теперь надо уже поздравить с праздником Благовещения, и я поздравляю всех. Молитвенно желаю всем проникнуться небесной радостью и еще большей любовью к виновнице нашего спасения, нашей заступнице и покровительнице. По милости Божией я жив и здоров, и бодр духом. Все упование мое возлагаю на Господа. Как-то Господь вас милует. Здоровый ли, благополучный ли? Всех благодарю за память и молитвы, и за поддержку. Все это ободряет и утешает в далекой разлуке. Но любовь нельзя связать, и она действует на расстоянии, и молитвенно соединяет людей воедино, и перед Богом мы всегда вместе. С любовью, архиепископ Петр. Открытки с видами Соловков отменили, сократили и возможности переписываться. Разрешили писать лишь один раз в неделю. Из письма от 4 марта 1928 года. Письмо ваше получил. За все благодарю вас. Не могу выразить словами, как я ценю ваши заботы и как горячо благодарен вам. Ваше участие и ваше попечение скрашивает нашу жизнь и подбодряет дух наш. Если я дорог и близок вам от того, что много выстрадали за меня, то что сказать мне о том, как вы мне все дороги и близки, когда я страдал и страдаю за вас всех, да вы спасены будете. Но я не унываю и за все Господа благодарю, хотя не знаю, увижу ли я вас, или мне придется сложить свои кости. Да будет воля Господня. Весьма утешен известием о том, как вы молитесь за почившего отца Иннокентия, что подаете милостыню и читаете Псалтирь. Все это самое нужное для почивших. Все это насущное питание их душ. За все это воздаст вам Господь. Слава Богу, жив и здоров. Зима у нас сиротская, холодов больших не бывает вследствие близости моря. У вас холоднее. Но сырость и влажность воздуха неблагоприятно отзываются на организме. Ноют кости, часто простуживаюсь, немного опухают ноги от ослабления сердечной деятельности, сколько возможно, подлечиваюсь и, конечно, берегусь. За всех молюсь непрестанно, всех искренне желаю видеть. Не будем ослабевать духом в скорбях, будем жить надеждой на милосердие Божие. В своей маленькой комнатке архиепископ Петр принимал всех, кто желал его видеть и с ним побеседовать. Поил чаем и кормил. Вынашивалась мысль о том, чтобы организовать помощь заключенному духовенству. Вскоре лагерной администрации было донесено, что в комнате архиепископа собирается духовенство. И хотя разговоры велись исключительно на религиозные темы, лагерное начальство решило наказать владыку. Он был отправлен на Троицкую штрафную командировку 6-го отделения, находившуюся на острове Анзер. Эта командировка стала последней. Сохранились и последние письма, отправленные владыкой с Анзера. Из письма 25 декабря 1928 года. От всего сердца приветствую всех моих, о Господе, чья духовных, с праздниками Рождества Христова и Крещения. Искренне благодарю вас и всех за молитвы, память и поддержку. Мысленно всегда с вами и среди вас, особенно в дни наших праздников, когда вы собираетесь в храме, где некогда бывал, и я с вами, и утешался во взаимном общении о Господе. Несмотря на то, что уже давно вы был от вас, ваши жизни, ваши интересы по-прежнему близки и дороги моему сердцу, как собственному, если не больше. Так как из-за служения моего вашему спасению, я нахожусь в настоящем положении мести. А за ваши святые молитвы, пока жив и здоров, и на новом своем уединенном и пустынном местожительстве. Бодро духом, покоряясь воле Господней, меня не оставляющий скорбями и испытаниями. Предаю вас всех Господу и Его Пречистой Матери. С любовью о Господе, грешный архиепископ Петр. Здесь, живя в бывшем Голговском скиту, он написал Акафист преподобному Герману Соловецкому. А ведь, по сути, Акафист – это поэзия. Осенью 1928 года на Анзере началась эпидемия Тифа. Из тысячи заключенных, находившихся в то время на острове, за зиму 1928-1929 года умерло 500 человек. Были вырыты большие братские могилы вблизи храма Воскресения Господня сразу за монастырским кладбищем. И туда складывали всю зиму умерших. Сверху же ямы закрывали лапником. Когда началась эпидемия, в Голгофо-Распятском скиту поместился госпиталь. Вот как пишет о нем Александр Солженицын. В величественном, изрешеченном пулями белом храме, без крестов и с разрушенной крышей, с выбитыми оконными черными проемами, коммунисты разместили тюремный госпиталь. Это и есть храм распятия Господня в годы советской власти. Голгофо-Распятский скит на Анзере, штрафная командировка, где лечат убийством. Там, в Голгофской церкви, умирают от бескормицы, от жестокостей и ослабевшие священники и сифилитики, и престарелые инвалиды, и молодые урки. По просьбе умирающих, и чтобы облегчить их задачу, тамошний голгофский врач дает безнадежным стряхнин. Затем бородатые трупы в одном белье подолгу задерживаются в церкви. Потом их ставят в притворе, вынося наружу, сталкивают вниз с Голгофской горы. За много лет до всех этих событий, 18 июня 1712 года, Матери Божией явилась монаха Соловецкого монастыря Иисусу и сказала, «На этом месте пусть будет сооружен скит во имя страданий моего сына. Пусть живут 12 иноков и будут все время поститься, кроме субботы и воскресенья. Придет время, верующие на этой горе будут падать от страданий, как мухи». Впоследствии на этом месте было воздвигнуто два храма. Один каменный, в честь распятия Господня, с пределом в честь успения Пресвятой Богородицы. В 20 веке, когда монастырь был превращен в концлагерь, здесь разместился госпиталь. Во втором, в деревянном храме, в честь воскресения Господня, некоторое время помещался морг. В январе 1929 года архиепископ Петр заболел тифом и был увезен в больницу в бывший Голгофо-Распятский скит. В одной палате с архиепископом лежал его духовный сын, ветеринарный врач. 7 февраля, в день смерти архиепископа Петра, он проснулся в 4 часа утра от шума, напоминавшего шум крыльев многих птиц. Он открыл глаза и увидел святую великомученицу Варвару со многими девами, из которых он узнал святых мучениц Анисию и Ирину. Великомученица Варвара подошла к постели владыки и причастила его святых христовых тайн. В тот же день, в 7 часов вечера, владыка скончался. Перед смертью он несколько раз написал на стене карандашом «Жить я больше не хочу. Меня Господь к себе призывает». Один из священников пошел к начальнику 6-го отделения просить разрешения устроить торжественные похороны почившему и поставить на могиле крест. Разрешение на участие в похоронах получили три священника и двое мирян. Торжественного отпевания позволено не было. Через некоторое время стало известно, что начальник отделения распорядился бросить тело владыки в общую могилу, к тому времени уже доверху заполненную умершими. Из воспоминаний осужденных. Ночью стало известно, что это распоряжение лагерного начальства не было выполнено, и могила не была зарыта. Отпевание владыки было совершено в канцелярии хозяйственной части, а затем гроб и крест отвезли на Голгофу. Четыре человека копали в это время отдельную могилу напротив алтаря Воскресенского храма. Освободили от еловых веток общую могилу. Владыка лежал в длинной рубахе со сложенными на груди руками. Лицо было осыпано еловыми иголочками. Три священника на простыне подняли его из могилы, расчесали волосы, отерли лицо и начали прямо на снегу облачать. Весь он был белый и мягкий, как будто вчера только умер. Облачили владыку в лиловую новую мантию, клобук, а мафор дали в руки крест, четки и евангелие и совершили отпевание. Перед тем, как положить в руку владыки разрешительную молитву, все три священника расписались на ней. На отпевание собралось около 20 человек. После отпевания, кто хотел, произнес слово, затем опустили останки священномученика в могилу, поставили на ней крест и сделали надпись. Один из хоронивших архиепископа священников рассказывал впоследствии, что когда зарывали могилу, над ней стал виден столб света, и в нем явился владыка и благословил их. Весной 1929 года по распоряжению лагерного начальства все кресты на Соловецких кладбищах были сняты и обращены в дрова. 9 июня 1999 года святейший патриарх Московской и всея Руси Алексий II благословил провести работы по определению места захоронения и обретению мощей священномученика Петра. После продолжавшихся в течение трех дней работ 17 июня 1999 года мощи священномученика Петра были обретены и ныне находятся в Спасо-Преображенском Соловецком Ставропегиальном мужском монастыре. Освященный архиерейский собор с 13 по 20 августа 2000 года канонизировал священномученика Петра Зверева в лике святых Русской Православной Церкви. Память священномученика архиепископа Петра Зверева совершается в день его кончины 25 января 7 февраля в день обретения мощей 4-17 июня а также в день празднования собора новомучеников и исповедников российских. Верую пламенную апостолу Петру подобися даже и трекратным слышанием воззвания Христова душу твою за того положил Иси святитель и очи Петре камень отвердый церкви православная светильниче вам раз и беззаконий добродетель мессияй радостью страдать из-за Христа претерпеть и изволил Иси соисповедники и страстотерпцы российскими молись с ними о нас архиерею Божией священномучениче Соловецкий во свидетельстве твоем добро подвязался Иси богомудре и мученичество венцем светло украсился Иси прещение врагов крестовых не устрашив и вся травми твоими землю во от от с анзер всем осветил Иси сего ради силы небесного удивившейся терпенью твоему мы же с верой и любовью притекаем ко святым мощам твоим достачу дне ныне со всеми соловецкими святыми моли о нас Христа Бога все блажен и Петре дозовем Ти радуйся отче приз на память дне блажен блажен и львы Алексей блаженный Алексей в миру Алексей Иванович Ворошин родился в 1886 году в деревне Каурчиха Юрьевецкого уезда Костромской губернии его родители крестьяне Иван и Евдокия Ворошины отличались благочестием его родные места известны тем что здесь в 16 веке подвязался блаженный Симон Юрьевецкий усердная ли молитва Алексея блаженному Симону или близость к месту его подвигов но пути их оказались сходны у Алексея была невеста с которой он собирался обручиться но намерение его изменила начавшаяся война пока над Россией сгущались тучи он все глубже над временем над происходящим вокруг хотя Первая мировая война шла далеко от Костромских сел эхо ее докатывалось и сюда и Алексей чувствовал душой что рушится устроение всей русской жизни он отложил сватовство и отправился в Кривоезерскую пустынь которая находилась на левом берегу Волги напротив города Юрьевца год пробыл он в монастыре послушником а потом вернулся домой но жить стал не в родительском доме а в келье которую соорудил у себя в огороде все свободное время он проводил там в молитве или уходил ключик у блаженного Симона который находился во враге окруженным со всех сторон густым лесом он любил уединение в марте 1917 года новая власть велела создавать сельсоветы на сходе крестьяне решили что уж если и должна быть власть то конечно же справедливая и святая и Алексей Иванович был избран председателем сельсовета рассудив крестьяне решили кому уж довериться как не ему став председателем Алексей Иванович не переменил своего образа жизни и по-прежнему много молился и не пропускал ни одной службы а если приходилось решать сельские вопросы то часто решал их прямо в церкви не выходя из храма через год в село прислали нового председателя теперь уже назначенного из города Алексей Иванович оставил должность и опять уединился в келье он целиком отдался подвигу поста и молитвы так прошло 9 лет и в 1928 году Алексей Иванович принял подвиг юродства теперь же блаженный жил где придется никто не знал даже где он ночует его появление всегда было неожиданностью для крестьян по деревне обычно шел он в сопровождении мальчишек которые старались ему всячески досадить ходил всегда в одном и том же кафтане до колен и если ему дарили какую-нибудь одежду то он сразу же ее отдавал многим было непонятно его странное поведение и его гнали где только могли однажды в самый разгар крестьянских работ Алексей Иванович начал ходить по полю и что-то мерить палкой мешая работе крестьяне сначала смеялись а потом стали гнать его с поля он уходил но возвращался и вновь начинал свои непонятные измерения кончилось тем что завершив свои замеры Алексей Иванович всем своим видом показывал что выполнил какую-то важную работу с этим он и ушел с поля прошел год и на крестьянских полях появился советский чиновник он замерял крестьянскую землю чтобы отобрать ее для колхоза вот тогда-то все и вспомнили Алексея Ивановича и все его непонятные замеры понять действия блаженного порой было действительно трудно еще никто из крестьян не знал что будут высылать да и представить это было невозможно как это тебя из твоего же собственного дома выгонят безо всякой вины а блаженный уже ходил по домам предупреждая тех кто будет выслан как-то раз он зашел домой к знакомым и не говоря ни слова стал собирать вещи и складывать их на стол насобирал довольно много потом схватил шапку и убежал вскоре пришли комиссары и отобрали все имущество семьи только и сохранились те вещи что отобрал Алексей Иванович или вот еще случай как-то раз блаженный зимней ночью заявился к соседям в деревню Середкино постучал в дверь ему открыли и ахнули бесстыдник да когда ж ты прекратишь нас позорить голым приходишь к людям по ночам молчите входи входи Алексей Иванович а ты брат дай-ка ему лучшую одежду какая у нас только есть ну вот еще молчи слушай что тебе старшие говорят давай одежду вот одевай Алексей Иванович может ночевать у нас останешься мороз на дворе куда ж ты ночью пойдешь оставайся вот спасибо нет ухожу прощайте люди добрые прощайте утром же хозяева обнаружили пожитки недалеко от крыльца и долго недоумевали что бы это значило а в конце зимы пришла комиссия и выгнала хозяев из дома в чем мать родила не разрешив даже взять легкой одежды вспомнили тут соседи блаженного да было поздно приняв подвиг как юродство блаженный молился теперь стоя на паперти а однажды вошел в храм во время службы в шапке и с папироской в зубах он ходил по храму заложив руки за спину как начальник и ни на кого не обращая внимания прихожане растерялись через некоторое время храм закрыли и стали переделывать под клуб теперь же в нем разгуливали рабочие в шапках и нещадно дымили несколько раз власти арестовывали Алексея Ивановича и направляли его в психиатрическую больницу но всякий раз врачи признавали его здоровым и отпускали не скрыты были от блаженного и обстоятельства его кончины шел 1937 год Алексей Иванович знал что ареста ему не миновать и из тюрьмы не выйти и он пошел проститься с родными собрав скудное свое имущество направился в Каурчиху он шел знакомыми полями лесом оврагом где находился ключик блаженного Симона подошел к дому был май над землей разливалось благоухание цветов и пение птиц родные увидели на плече мешок и подумали что Алексей Иванович пришел к ним жить но тот выложил из мешка вещи и распорядился кому их отдать родные почувствовали что-то и притихли а Алексей Иванович вдруг запел в воскресенье мать-старушка к воротам тюрьмы пришла своему родному сыну передачу принесла ой Алексей Иванович опять ты эту песню запел опять значит гнать будут за все за все я вам уплачу за все уплачу придите меня только хоронить да что ты дядь Леш про похороны ты да что ты нет нет придете придете от родных Алексей Иванович сразу же отправился в Парфеново где его сразу же и посадили в Ивановскую тюрьму которая особо отличалась от других тем что там применялись пытки и людей морили голодом в битком набитой камере блаженный молился днем и ночью никто не знал когда он спал и когда он ел весь свой паек он раздавал дедушка ты наверное же кушать хочешь ешьте 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 это все для вас ну а ты то как же а меня бог питает ешьте ешьте это все вам это все для вас обвинить блаженного было не в чем и следователи чтобы он оговорил себя ставили блаженного босыми ногами на раскаленную плиту вскоре молва о странном узнике облетела тюрьму и в камеру пожаловал сам начальник все говорят что ты святой ну и что скажешь да какой же я святой я грешный убогий человек это правильно у нас святых не сажают святые преступления не совершают а если посадили так значит есть за что тебя вот за что посадили но так было угодно богу да что ты со мной говоришь когда у тебя у самого дома несчастье какое такое несчастье ты что несешь начальник тюрьмы не спешил домой а когда пришел увидел что жена его повесилась с тех пор он стал думать как бы отпустить блаженного но господу было угодно другое измученный пытками блаженный Алексей попал в тюремную больницу и там скончался на тринадцатый день родственникам передали его тело для погребения все родственники пришли хоронить Алексея Ивановича как он и предсказал в августе 1993 года состоялось причисление блаженного Алексея к лику местно чтимых святых в настоящее время мощи блаженного находятся в свято-введенском женском монастыре города Иваново Христа ради юродства приял Иси и мученические венца сподобился Иси и дар пророчества от Бога стяжал Иси за негожие заключения претерпел Иси святый блаженный Алексея моли милостивого Бога грехово оставление нам даровать Иси на раскаленные плинфы бы поставлен Иси пачи всех Христа Бога возлюбил Иси и сердцем мучителево любовью своею язвил Иси по грядущим его дом несчастье увидев Иси святый блаженный Алексея и от наших домов молитвою своею напасть отжени и коварства духов злобы разорит Христа Бога